Всем привет! Наконец-то долгожданное у нас видео о косметике, как вы просили, ждали. Как вы видите, Наташа Динона что-то нас побрила. Я не знаю, я думаю, написать, может, в аккаунт Наташи Динона. Короче, надо как-то это узнать или в Sephora, я, наверное, в чат напишу. Короче, коллекции новой нет почему-то. Она есть официальная на сайте Диноны. Потом был у нас релиз, да, пресс-релиз такой. В инсте у нее в аккаунте презентация коллекции этой Dream Collection, если кто не понял, о чем я говорю. Числа были по продажам по датам в середине сентября, но, блин, их почему-то здесь ничего нет. Я больше скажу, что у меня как-то, может, что-то от Лондон Винус, я не в курсе. Короче, кто в курсе хотел купить и знает, что происходит? Девочки, расскажите. Я ничего не знаю. Но первая покупка у меня не из Sephora, а из простого магазина любого. Я это в Мигросе покупала, я куплю еще одну бутылку себе. Здесь у меня сколько? 200 миллилитров. Unibaby. Это фирма, все знают, мамочки Турции. Это детская фирма. Всякие порошки для стирания, детской одежды для стирки. Там, знаете, в России тоже такие всякие. Чисто детская косметика, бытовая химия детская и так далее. Вот это спрей для расчесывания волос, для того, чтобы они не запутывались. Даже вот девочка такая нарисована. Я перепробовала для себя и для дочери дофига всяких средств. В итоге я сошлась на средстве, которое в Sephora, кстати, у нас находочка в Sephora продается. Я его миллион раз показывала, оно мое самое лучшее. Я покупала на Культ Бьюти. Короче, спрей-находка крутая. Вообще я обожаю. Я куплю еще, еще, еще. Это то, на что вот тут для ребенка, для себя буду обливаться с ног до головы. Это средство придает мягкость волосам, шелковистость, ощущение ламинирования на плотных волосах. Волосы не пушатся. Волосинка к волосинке прям блеск. Они прям блестят. Ну, учитывая, что у меня ребенок волосы не красил, да, на волосах просто шик. Я сначала подумала, ой, тут веледовский шампунь, который я вам в прошлом видео показывала. Наверное, у него какое-то такое действие пролонгированное, не с первого раза чувствуешь. Да нет, я узнала, что вот это средство помогает. Вместе комбо просто супер. Потому что я помыла свои волосы, только думаю, ну-ка попробую я. Офигенные, мягкие, волосинка к волосинке, не электролизуются, не топорщатся, они как волосы. Я не скажу, что прям-прям легко расчесывать. Прям задачи такой нет. Но они прям ощущение окутывают немножко силиконами волосы, но не утяжеляя при этом. Вот. Немножко такой приятный, химический, сладенький, как конфетка какая-то пахнет. Продается в Турции на каждом шагу. Юни-бэби. Вот, например, кто приезжает в Турцию в гости. У меня есть девчонки, кто живет в России, замужем за турками. Приезжают летом там или когда-то в Турцию в гости. Девчонки, купите себе пару флаконов и увезите домой. Я думаю, у вас это тоже всяких там всяких СТЛ-ах. Какие там еще фирмы есть? Я не в курсе. Есть. Ну, блин, за стоимость вот эта со скидкой стоила мне 40 лир. 200 миллилитров. 40 лир – это умножить на 3 и 2 – это будет в рублях. Это очень дешево. Крутое средство. Вот цена-качество офигенно. Я не знала, что это столько стоит. Вообще всем советую. Девчонки, реально попробуйте. А теперь к заказу из Сифоры. Заказала я себе патч Олоджи. Я вам раньше показывала. У меня были скульпьют. Они бьюти часто в бьюти-боксах кладут всякие вот эти свои культовские, бьюти-вские. Здесь набор патчей. В Сифоре уже, наверное, закончилось, но была скидка, распродажа. И они попадали под акцию. На них скидка 10, ой, 15 или 20 процентов была. Здесь набор. Несколько разных патчей разного типа действия. Там у них, кстати, есть еще патчи. Вот я думаю, заказать что ли. С камоплей, например. Вот такие темно-синие ночные восстанавливающие. Здесь, кстати, есть брошюрка, если что. Прям даже инструкция, как пользоваться и так далее. Я разворачивать не буду. Вот такие, которые я и раньше пользовалась. Стандартные. Здесь восстанавливающие. И вот такие желтые. Типа подсвечивающие. Ну, не знаю. Может, там синяки лучше скрадывать будут под глазами. Здесь у нас каждого вида по две штучки всего лишь. Выгоднее, сразу скажу. Эта коробка невыгодна по количеству, если мы делим сумму за коробку и количество патчей внутри. Всех, короче, по две выходит. Это у нас четыре. Шесть штук всего лишь в коробке. Выгоднее покупать не ассорти такое, а когда они все одного формата. И там выходит шесть штук, например, тоже будет, не помню точно, шесть вроде бы. Не все коробки одинаковые. Шесть одинаковых будет. Но по цене они там, ну, а-ля на пятьдесят лир дешевле выходят. То есть это из-за того, что комбо попробовать. На самом деле от патчей я не скажу, что супер какая-то большая разница есть. Я вот оставила упаковку пользова, чтобы вам показать, что там внутри. Даже какая упаковка. Пачеладжи, я их даже у многих звезд видела, кто ими пользуется. Всяких там интервью про косметику, когда говорят. Они в мире, они, наверное, самые популярные. Ой, мне так подсвет сегодня подходит. Вот эта упаковка. Они приятные, не соскальзывают. Много средства, жидкость даже остается. Ее даже много здесь в избытке. И они не соскальзывают. Очень приятные, хорошо прилипают. Я вообще хожу с этой штукой час, наверное. Я мою голову сразу почти накинула. Пошла делать кофе. Туда-сюда. Там еще у меня маска для лиса сейчас оживляющая от косметолога. Короче, то есть все это надо время. И эти патчи накинула. Сегодня они у меня прекрасно держатся. Они куда-то сваливаются. Конечно, я честно скажу, я не скажу, что эффект, результат по потом снял ты патчи дешевые и дорогие есть разница. Я не могу сказать. Знаете почему? У меня нет особых проблем под глазами. Мне нечего, честно скажу. Это типа вот хотелочка себе приятно сделать ритуал. Вот так скажу. Я супер тут восстановление. Еще что-то не жду вообще. Но в процессе от использования средств обычных какой-то банка, где-то 30 штук. И вот это сам сервис, упаковка, качество вот этого геля, гидрогеля, патчи, разница чувствуется. Вот этих дорогих. Это приятнее просто использовать. Ну что здесь получаем? Открываем эту штукенцию. Здесь идет вот такая коробочка. Она вот до сих пор еще влажная. Это я сейчас выкину после видео. Я специально вам сохранила показать. Здесь мы ее открываем. Там у нас лежат гелевые патчи, которыми я уже использовала их. И всегда здесь есть прослойка. Вот она, видите? Такая плотная. Вот эти штуки плотные очень. Они перекрывают, короче, еще, чтобы они не засохли. А здесь, видите, все, вот до сих пор влажное очень сильно. Плюс еще вот эта штука, чтобы точно ничего нигде не пересохло, не дай бог. И здесь еще вот такие штуки есть. То есть снизу вот такая подложка, гидрогелевая патчина лежит. Потом на нее вот такая прозрачная штука приклеена, чтобы, не дай бог, ничего здесь не пересохло. То есть 100% продукт вам сухим. У меня вообще не было вот этих патчек никогда, чтобы они мне какие-то пересохшие приходили. Короче, если вы меня спросите, дорогие патчи, вот эти крутые, приятные, если вам хочется пользоваться, а-ля такой ритуал себе любименькой сделать, покупайте. Если вы просто спрашиваете, есть ли суперэффект какой-то. Да вот даже я вот сейчас средство потрогаю, она вообще не липкая никакая. Приятная, питательная. Мне только хорошие отзывы. Я советую. Дальше. Это с этого же заказа. Вот такая от Анастасии Беверли-Хиллз гель для бровей. Называется Броу Фриз. Все-таки я убедилась. Вот Настяка умеет. Вот как она начала с бровей Беверли-Хиллз. Вот так она брови хорошо. Средство у нее хорошее. Те не так себе. Лучше Наташа Динона. Но брови были на отпад. Они вот средства у них все хорошие. И помадка мне нравится. И вот эта фигня. У меня было для сравнения. Уж не стала приносить. Я вам показывала. Покупала мыло для бровей. В России дешевое. Там а-ля 300 рублей стоило на Валбельсе. Просто попробовать, как этим средством пользоваться. Хрень полная. Я так и не смогла с этим не подружиться. Я увидела там инструкцию, что надо воду макнуть, кисточку. Потом это мыло по шорк. И у меня так ничего не получилось в итоге. Короче, лишний геморрой. Я не люблю, когда что-то плевать. У меня ощущение с теми средствами получилось. Как будто вот это вот тушь-плевалка в советское время. А потом ты что-то мажешь только на брови. Я люблю. Сунул, сделай, пошел, короче. Вот это средство подходит под мои запросы. Здесь у нас не засохший гель. Видите, я уже активно пользуюсь. Аромат этого геля. Немножко пахнет ПВА-клеем. Очень сильно по эффекту напоминает, если вы делали ламинирование бровей или ресниц. Самостоятельно, например, я самостоятельно делаю. Там иногда в комплектах можно отдельно купить. Здесь есть клей для бровей. То есть сначала фиксируете клеем, как вам надо, раскладываете брови. Потом их средством обрабатываете для ламинирования. Вот это наполовину состав этого клея для бровей. Для ламинирования. Он ничем сильно, химозно не пахнет. Очень тут же моментально все склеивает. Как я делаю? Я так разложила, расчесала. Беру кисточку. Ой, у меня здесь ее сейчас нету. Я ее брала. У меня тоже от Анастасии в Аверлихилл с кисточках удобно. Я так чуть-чуть вообще надо зацепила. Так как брови две. Вот здесь вот так даже видно чуть-чуть грязно. Половинку убрала с этого средства. Стараюсь быстрее закрывать, чтобы не засыхал. Сразу вот здесь начало брови. Просто она сразу за меня зафиксировалась. Остатки так протягиваю. Все, брови. Она очень красиво еще раскладывает брови без проблем. У меня другие средства, какие-то гели для брови. Ковыряешь здесь, сидишь долго, пока ты все красиво разложишь. Когда вот здесь что раскладывать, да? Потом я беру опять это кисточкой. И ее вот этой палочкой, кисточкой, не щеткой, прохожусь еще, приглаживаю эту бровь, чтобы ничего не топорчились. И потом еще чик-чик делаю вот эту основу, где-то подчесываю и так далее. Все. Затем я с крышки снимаю вторую дозу, назовем так гели, и вторую бровь делаю. Все. Сразу хочу отметить, что поверх геля потом дорисовать какой-то кончик, что-то карандашом, пастой, чем-то еще таким для бровей не получится, особенно пудровыми средствами. Размазано будет. Поэтому вы сначала дополняете проплешины всякие, карандаш, используете тушь для брови, да все, что хотите, короче, любое средство с цветом. А потом это будет всегда гель, этот последняя точка у вас. Очень довольна и жалею, что раньше еще не покупала. Он вышел год назад, а может уже полтора. Блогеры какие-то отзывы были. Ну, хорошая, ну, не знаю, стоит ли своих денег, б-б-б. Там дофига средства. Я скажу, оно стоит своих денег. Я вообще, сколько ты стратишь нервов, психов разложить свои брови, зафиксировать именно хорошо, когда они, я говорю опять, когда они у тебя лохматые во все стороны, и тебе надо ламинировать, чтобы как-то их вообще успокоить, обоевать. Не знаю, слова не могу придумать. Короче, взять под контроль свои брови. Вот для вас, вот для таких людей, вот это очень сильное, хорошее средство. У кого три волосинки, не тратьте денег. Вам любой гель тогда просто, понимаете, подойдет. А у кого соцситуация с бровями, они такие лохматые, неуправляемые, вот это для вас средство. Я вообще не жалею, что денег потратила. Я еще буду покупать. Я, скорее всего, уйду от других каких-то гелей, потому что все здесь, все замечательно. И да, меня напрягает, когда что-то грязное, например, кисточку потом мыть. Да, гель надо с кисточки вымывать. Но мне это даже не напрягает. Мне нравится очень сильный эффект. Поэтому я раз в два-три дня я мою все равно кисточку, когда она загрязняется от этого геля. Так что проблем нет. Заказала, мне сейчас не надо было, но так как скидка была в Сифоре, я заказала две туши на будущее в запас. Все равно их покупать, и поэтому я такая думаю, ну, закажу. У меня, это две мои любимые туши. Это Lancome Drama, гипноз, первый цвет черный, и Benefit Derrick Real. Про Benefit давайте скажу. Мне очень сильно она понравилась в пробнике. У меня был маленький, миниатюра, не пробник, миниатюра у меня была. Но мне девочка писала, что она также попробовала миниатюру. Я открывать не буду, чтобы в воздух не попал. Я не сейчас, пока у меня есть открытая тушь. Я вам потом дам апдейт, расскажу, когда я ее открою и попользуюсь. То есть разочаровала она меня в полном формате или нет. Девочка писала о том, что у нее так же было, ей понравилось. Она купила в полном формате, оказалась фигня тушь. То есть миниатюрка хорошая. Я не один раз, кстати, это слышала. Где-то в интернете еще читала такой отзыв тоже, что я обратила внимание. Думала, миниатюрка крутая, офигенная, а в большом размере как-то хрень попалась. Поэтому ассоциация, это такое же хорошее, как и вот это, как ланком. Здесь тоже я открывать не буду эту тушь. Она у меня такая же. Это в запас. Я сейчас точно такой же пользуюсь. Зато, кстати, проверим. Чтобы не водостойку. Гипноз-драма. Что тут у нас? Гипноз-драма абсолютно одинаковые. Так, это у нас в холодильник идет. В запас. Это то, которое я сейчас пользуюсь. То есть, часто очень туши, кстати, бывают в бойнере. У них тоже есть косметика в бойнере. Я вам просто, кто в Турции живет, скажу. У них очень часто акции по хоппи-карте. Какие-нибудь там на скидку. Там 50-100 лир на что-то. Бонусы вы можете также списывать. Акции по косметике и так далее. Там до такого-то числа купив на такую сумму. Там или что-то там. Короче, не важно. В общем, можно очень часто туши покупать в бойнере, например, на скидках. Вот в Сифори попадает. Моя любимая тушь. Что тут говорить? Химозный немножко запах. Кто спрашивает, это такие ресницы? Это такие ресницы, девчонки. Для видео я их всегда подклеиваю. Или пучки, или ресницы какие-то. Это все видно прекрасно. Никого не опанываете. Но всегда под ним у меня вот эта тушь. И на повседневку тоже эта тушь. Я думаю, все знают. И многие вообще, и даже турчанки здесь у меня все знают. А ты ланкомом пользуешься? Гипноз, там драма. Это тушь бестселлер в тушах, мне кажется. Во всем мире. Турчанки тоже ей пользуются. По крайней мере, мои подружки. Мы так. А, ты вот такую тушь имеешь? Я тоже. Нашли друг друга. Изогнутая щеточка. Один минус этой туши всегда во все времена. Я ей пользуюсь. Вы не поверите. Лет 15, наверное. К ланкому всегда вернусь. Это мой вообще фаворит. Мастхэв и все прочие модные, красивые слова. Минус. Очень много средства выходит из кисточки. Она грязнит. Да, лапки паучьи делают. Она очень жирная. И очень много средства. Когда она подсыхает через парочку нитей использования, она уже меньше выдает. Хорошо зацепляет. Чуть упала. За предохранитель, вот здесь за это кольцо, больше задерживается, меньше выходит. Но все равно очень... Мне нравится, что она такая жирная. Я так много. Только раз мазнув, у тебя вот такие ресницы. Она быстро застывает, и ты все с такими ресницами остаешься. Не осыпается. Ни чернит под глазами. Ничегошеньки не происходит. One Love мне нравится, что они не меняют формулы уже лет 15. Все как было. Самая первая моя любовь из люксовых тушей. Раньше я пользовалась Dior. Мне ее тетя дарила, мне лет 15 было. Это моя первая, наверное, тушь была. И все так хвалили. Ну, в общем, было пофигу, какой пользы, лишь бы она как-то дорогая была. Это было очень круто. Я в школе училась. И мне так нравилось. Dior Show, помню, да, синие бутылки. Потом серебряная была банка у нее. Ну, я имею в виду банка вот эта вот. Вот. И я так ей пользовалась. Мне так нравилось. У нее осыпалось постоянно под глазами черное. И как-то мама купила раз Ланкома. Поняли, что это крутая тушь. С тех пор только это. Вот. И я поняла, что Dior, мне кажется, это такая фигня. Мне они вообще не подходят. И Dior не моя тема. Они все осыпаются. И у них не очень, короче, формула совсем. До сих пор мы с Dior так никогда не подружились. Они неплохие. Но как носятся уже на моих глазах, мне они не нравятся. Часто осыпаются. И вычернят под глазами. И не очень комфортно. Этого не делает другая формула. Вот такие у меня покупки косметики. Расскажите, нужно ли снять видео о моих тенях. Мне спрашивали, о чем ты там красишься и так далее. Я бы хотела снять видео, вам рассказать, показать палетки. Вы, в принципе, все в покупках видели. Рассказать, какие нравятся, какие покупать, не покупать. В чем, может быть, было разочаровано. Но не просто так сидеть, да. А, может быть, крупняком показать сами палетки. Чем я больше пользуюсь на повседневку. Что я использую, например, для вас, для видео. Как стойкость и прочее. Если вам нужен такой ликбез по палеткам, именно по теням. Напишите в комментариях. Я сниму такое видео про палетки. Я отдельно что-то расскажу. Какие есть, что нравится, что не нравится. Чтобы я заменила. Чтобы я не советовала вообще покупать, на что обращать внимание. Так что жду ваших комментариев. Видео про бьюти будет тоже в ближайшее время. Вот как Наташка объявится у нас в Турции, в Сифоре. Я обязательно приобрету тройку этих. Блеск для губ и так далее. Тройку для лица. Пишите ваши комментарии. Пожалуйста, ставьте лайки. Пишите комментарии. Это просто помогает статистике канала. И больше желающих узнать о косметике откроют эти видео. Спасибо вам.